31 мая, день памяти жертв политических репрессий в Казахстане. Жесткая политика государства в то время голод и массовые репрессии, гонения и насильственная депортация безвинных людей привела к значительным жертвам среди населения. В этот день жители областного центра традиционно отдали дань память тем, кто стал жертвами тоталитарного режима. В период с 1921 по 1954 год по разным политическим статьям осудили более 100 тысяч человек. 25 тысяч из которых были расстреляны, и это только по официальным данным. По словам историков, серьезный урон был нанесен интеллектуальной элите страны. Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Лишенные скота и имущества, люди пытались выживать без средств к существованию. На 1930-е и 40-е годы пришлись и массовые депортации целых народов в Казахстан. Сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в более чем миллион человек. Можно сказать, что это наша история, ее никуда не денешь. Были жертвы, их было очень много. И мы должны помнить об этом. Мы должны много приносить информацию для нашей молодежи, чтобы они об этом знали. Приносить информацию в школы. Мы должны дать знания, которые уходят с людьми, которые уже в таком уважаемом возрасте, чтобы это осталось у нас. И мы обязательно должны уважать и чтить память этим нашим жертвам политических репрессий. В 1993 году был принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. В настоящее время данная работа продолжается. И ее целью является восстановление исторической справедливости и сохранение памяти поколений. Этой деятельностью в нашем регионе занимается рабочая группа Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Так, в рамках форума, приуроченного к памятной дате, члены комиссии отчитались о проделанной работе за ушедший год. Согласно докладу, были выявлены 12 мест, где в годы лихолетия были расстреляны и похоронены люди. Кроме того, комиссия предоставила список из 48 человек, расстрелянных без суда и следствия при пересечении государственной границы. Также отметим, что членами рабочей группы был дан ряд рекомендаций депутатам Маслихата. В частности, государственным служащим предстоит установить мемориальную доску жертвам репрессий. Наряду с этим было озвучено предложение о переоборудовании тюрьмы для содержания политических заключенных города Жаркент в музей. В завершении встречи была презентована книга, состоящая из архивных документов и рукописей тех лет. Работы по восстановлению исторической справедливости продолжаются до сих пор. Несмотря на то, что мы многие годы занимаемся данной деятельностью, работа выполнена всего на 20%. Хочется отметить, что на территории Казахской ССР было около 400 политических восстаний, 75% из которых были организованы в нашем регионе. Я считаю, что наша обязанность как граждан сохранить эту трагическую историю и передать подрастающему поколению. Уроженец Аксусского района, представитель казахской интеллигенции Лиажан Сугуров, 30-е годы прошлого столетия по политическим мотивам подвергся репрессиям. В августе 37-го арестован и по приговору в феврале 1938 года расстрелян. В день памяти жертв политических репрессий ежегодно к его памятнику жители областного центра возлагают цветы. Граждане акцентируют внимание на том, что необходимо помнить тех героев нации, которые пожертвовали собственными жизнями, чтобы мы могли жить в независимом государстве. Несмотря на то, что это трагичные страницы нашей истории, мы должны передавать их нынешнему поколению. Молодые люди должны знать, через что пришлось пройти их предкам, чтобы сейчас мы могли жить в мире и согласии. Сегодня мы возлагаем цветы к памятнику одного из самых великих культурных деятелей нашей страны, Ильяса Жансугурова, чтобы почтить его память. Каждая казахская семья знает о ужасах того времени, через что пришлось пройти нашему народу, а также депортированным нациям, которые в дальнейшем стали частью нашего государства. Мы должны помнить эту историю. Необходимо каждый год вспоминать о событиях тех годов, организовывать еще больше аналогичных мероприятий и чтить память наших предков. Также в литературном музее имени Ильяса Жансугурова прошел историко-просветительский час. Гостям мероприятий из воинской части 55-14 были раскрыты детали трагической смерти великого казахского поэта. Сотрудники музея также поведали и о других жертвах репрессий. Историки отметили, что только в Казахстане в те годы было арестовано более 100 тысяч человек. Причем пострадали не только те, кто подвергся гонениям, но и их близкие. Чтобы сохранить данные события в памяти наших граждан, по сей день ведутся работы по восстановлению исторической справедливости. В рамках данной деятельности историки издают книги, выпускают статьи с хронологией событий, добавлением архивных данных. Думаю, каждый гражданин нашей страны, прочитав эти труды, не сможет остаться равнодушным. И мы должны работать каждый день на благо нашей страны, чтобы не допустить аналогичной трагической ситуации в будущем. Мы не должны забывать трагические события кровавых лет и имена невинных жертв. Организаторы мероприятия подчеркивают, что это не только дань памяти, но и урок истории, который напоминает о важности сохранения правды и справедливости. Карина Закриева, Абзал Мусипов, Майди Байбусынов, телерадиокомпания «ЖИТУСУ». Субтитры создавал DimaTorzok